С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Освоение углеводородного потенциала Ненецкого округа и прилегающего шельфа. Состояние проблемы перспективы. Этой теме посвящена Международная конференция Евроарктика 2015, которая сегодня стартовала в Наринмаре. В первый день участники обсуждают вопросы освоения углеводородного потенциала Арктики, в том числе и на территории Ненецкого округа. Перспективы развития нефтегазодобывающего сектора в регионе и вопросы экологии и рационального природопользования. В конференции принимают участие 135 человек, среди которых представители органов власти, научных организаций, недропользователей, работающих на территории округа. Большая встреча органов власти местного, регионального и федерального уровней, научных организаций и нефтегазовых компаний проходит раз в два года и собирает участников для консолидации усилий в области устойчивого развития нефтегазодобывающей отрасли. На сегодняшний день касательно недропользования у нас есть два основных пути развития. Первый – это, безусловно, увеличение добычи на существующих месторождениях, освоение новых месторождений, произведение геологоразведки на неослойных территориях. Есть нераспределенный фонд месторождений. И очень радует, что наши недропользователи сегодня наращивают объемы добычи. Это, прежде всего, Роснефть, Башнефть, Роснефть, Петро. В следующем году две новые скважины, и мы надеемся получить определенный результат по компании «Востокнау». Второй путь – это, безусловно, развитие инфраструктуры. И, прежде всего, это транспортная инфраструктура, транспортировка и углеводородов, и транспортировка генеральных грузов. Перспективы развития сырьевой базы округа и прогноз новых направлений геологоразведочных работ на территории региона и прилегающем шельфе обсудили на пленарном заседании представители нефтяных компаний, Департамента природных ресурсов Ненецкого округа, Тимана-Печорского научно-исследовательского центра, Сколковского института науки и технологий и Всероссийского нефтяного научно-исследовательского института. «Безусловно, перспективы есть. Сегодня уже подготовленный к освоению нефтегазовый потенциал не в полной мере востребован на территории округа. Добыча, которая может быть обеспечена за счет уже разведанного потенциала, конечно, она, безусловно, даже при небольших темпах, 2-2,5% может достигать до 20 миллионов тонн в год». По словам Олега Прищепа, этот потенциал может существенно наращиваться, как в новых малоизученных районах, так и в старых, где уже развита инфраструктура за счет переоценки тех работ, которые были выполнены в 80-х годах. Один из таких старых районов – Тимана-Печорская нефтегазоносная провинция. Треть ее ресурсов находится на территории республики Коми, еще две трети – на территории Ненецкого автономного округа. В настоящее время там открыто более 200 скважин, и, как считают представители геологоразведки, таких скважин на территории провинции может быть в два раза больше». «Но перспективы громадные еще. Но, правда, изученность уже где-то порядка 50%. Это имеется в виду те запасы плюс те объекты, которые уже сегодня подготовлены к бурению. А в целом еще, считайте, половина того, что еще неизвестно. Особенно крупные компании, такие как «Лукон», «Башня нефть», «Восток на…» сейчас «Росфит Петра» серьезно занимаются над тем, чтобы расширить свои границы, свои лицензионные участки и выходить на новые территории». Для привлечения новых инвесторов и увеличения объемов продукции нефтяных компаний, работающих в округе, региональным парламентом только в этом году приняты два закона о внесении изменений в окружной закон об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Также на рассмотрении сегодня в Государственной Думе находится проект закона, инициированный Астраханской областной думой и собранием депутатов Ненецкого автономного округа, предусматривающий расширение круга потенциальных пользователей участками недр континентального шельфа Российской Федерации. Спикер также отметил, что на этой конференции рассматривают не только задачи, стоящие в сфере развития нефтегазовой отрасли, но и затрагивают актуальные вопросы экологии и подготовки кадров. Сколковский институт науки и технологий – один из центров кадровой подготовки специалистов для тех отраслей, где применяются нестандартные решения. С переходом нефтедобывающей отрасли на новые технологии спрос на узкопрофильных специалистов только возрастет. Особенность нашего центра состоит в том, что мы международный университет, им очень глубоко интегрированы в международную науку среди наших партнёров очень много лучших университетов, которые работают в области петрульного инжиниринга. И мы включаемся тогда, когда вот эта проблема, которая возникла, она не может быть решена в существующих центрах. В освоении углеводородного потенциала рассмотрели и человеческий фактор. С развитием технологий должны меняться условия труда, средства защиты и профилактики здоровья. Уже сегодня международные стандарты по рабочей среде в Арктике включают такие пункты, как медицинская реабилитация и психологический отбор. Арктику осилит только здоровые, поэтому в этих суровых климатических, и причём на фоне этих климатических условий ещё и производственные факторы, вредные факторы, поэтому человек попадает в такую двойную зависимость от факторов окружающей среды, и поэтому он быстрее подвержен различным заболеваниям. Завершает первый день форума закрытое мероприятие. На нём представители региональной власти, работодателей и вузов поговорят на тему целевой подготовки высококвалифицированных специалистов. На следующий день работа форума начнётся с пленарного заседания, где выступят представители Министерства природы России, Ухтинского технического университета, российских и зарубежных компаний, Всемирного фонда защиты дикой природы. Затем участники встретятся на круглом столе и тренинге. Итогом мероприятия станет резолюция, консолидирующая точки зрения экспертного научного сообщества, недропользователей и органов власти. Валентина Чибичик, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...